Качество воды в столице республики не соответствует санитарным нормам. В самый разгар лета берутся пробы воды из водных источников. Показатели анализов этого года, как и в прошлые разы, не соответствуют определенным требованиям. Городская вода при нехватке смешивается с другими каналами, которые не проходят процесс очистки. Мы в течение недели отбираем по всем улицам. У нас есть график отбора проб. Где-то соответствует, где-то не соответствует. Но сказать, что постоянно в каких-то точках соответствует, нет. То есть постоянно меняется информация, результаты наших исследований. Об этом всем мы, конечно же, в первую очередь ставим в известность администрацию данного объекта. Это РГУ водоканал. И в случае необходимости мы, конечно же, ставим в известность и высшее руководство. Кроме того, по словам главного санитарного врача, посторонние нечистоты смешиваются и с водой озера и являются источником разных инфекций, что может стать причиной заболевания кишечной инфекцией для детей, купающихся в озере. Здесь ничего нового от санитарной службы наши граждане не услышат. Качество воды в озере не соответствует санитарным нормам. Последние пробы, которые взяли в разных частях города, показали, что в большинстве случаев вода не соответствует принятым стандартам. Руководитель комитета подчеркнула, что питьевая вода всегда должна предварительно обеззараживаться. И делать это нужно ещё до того, как она попадёт в городской резервуар. Многие, наверное, у себя в домовладениях видят, что вода вообще мутная. Те разговоры, которые мы часто слышим, что вода мутная, грязная, потому что река там в Бреттат или где-то ещё как бы половодит там и так далее, и поэтому у нас централизованное водоснабжение не соответствует. Конечно же, это категорически недопустимо. То есть санитарная служба уже неоднократно ставила перед и правительством, и перед руководством данного ведомства о недопустимости подключения поверхностных источников воды к основному водоводу. Это касается сейчас Эдист-Схинвал. Не раз сотрудники комитета Юго-Седпотребнадзора призывали население перед употреблением кипятить воду. Именно водный фактор является самым распространённым возбудителем кишечных инфекций. Кроме того, в ближайшее время будет направлено письмо соответствующие ведомства о том, чтобы на территории городского озера появились информационные таблички с надписью, что в озере купание запрещено. Яна Плиевальдина Чихоева. Информационный выпуск. Сегодня.